Духовный иммунитет Важность иммунитета, особенно в наше время сегодня Иммунитет это вообще система, которая защищает наш организм Мы говорили о двух видах иммунитета Природный, то есть врожденный и приобретенный Природный это иммунитет, который получает каждый человек при рождении Который от нас вообще не зависит Каждый получает разную дозу У разных людей он сильнее, слабее И есть приобретенный иммунитет, который зависит от нашего образа жизни От наших усилий, от нашей дисциплины Туда входит питание, спорт, отдых, витамины и так далее И точно такой же принцип работает и в духовной жизни, и в духовном плане Для нашего духа тоже, для того, чтобы быть здоровым Чтобы иметь духовно здоровый иммунитет Тоже необходимо и здоровое питание И не только, и мы об этом поговорим сегодня Мы говорили с вами в первой части о том, что все люди Подвергаются разным атакам, болезням Но в зависимости от их иммунитета Они по-разному их переносят И по-разному реагируют И в духовном плане точно так же происходит Что люди все подвергаются разным атакам Подвергаются разным искушениям Все мы люди, даже верующие Проходим разные испытания здесь на земле Но люди, которые имеют сильный духовный иммунитет А по-другому духовные люди Для некоторых людей сильный духовный иммунитет Или духовные люди Это значит, что это люди, которые молятся по два часа в день Или это люди, которые Библию читают по два часа в день Но я хотел бы вам открыть другую грань Это не только это Люди, которые имеют сильный духовный иммунитет Или духовные люди Они по-другому реагируют на плохие сюрпризы жизни Без разницы, нравятся вам сюрпризы или нет Они у нас у всех есть И не всегда хорошие Особенно здесь на земле Но именно сильный духовный иммунитет Дает способность людям Правильно, спокойно реагировать На самые трудные На самые сложные обстоятельства жизни на земле Даже когда неприятно и больно Но реакция будет мирная и правильная У людей, у которых духовный иммунитет в порядке Именно дух наш влияет на наше поведение Именно дух влияет на настроение Именно дух влияет на нашу реакцию Притчи 18.14 Ключевое местописание по этой теме Дух человека переносит его немощи А пораженный дух Кто может подкрепить его? В новом переводе Дух человека подкрепляет его в болезни Физически Когда человек физически слабый Но когда дух сильный То это его помогает ему Сносить даже его слабое тело Но если дух сокрушен То тогда этому человеку труднее помочь Я думаю, что мы все согласны с тем Что мы не против иметь хороший сильный иммунитет Но самая главная проблема В этом Это то, что когда нам нужно Пройти любого рода болезни или испытания Резко иммунитет не поднимается Нельзя поднять иммунитет резко Вот сегодня, вот завтра Физически это невозможно Пройдет обязательно время Точно так же Такой же принцип работает и в духовной жизни Когда в нашу жизнь приходит кризис Семейный, финансовый Духовный, физический Любой Иногда человеку кажется Нужно вот Ну если бы я сейчас духовнее стал бы Прошел бы все как бы Но вот нельзя вот так вот Как бы вот завтра стать Вот почему важно К этому относиться заранее правильно И строить наш духовный иммунитет Укреплять наш духовный иммунитет И вопрос каждому из нас Сколько мы уделяем усилий и время На то, чтобы наш дух был здоровый и сильный Это вот небольшой обзор первой части И мы с вами говорили о трех пунктах Три главных шага Как укрепить иммунитет духовно На вашем экране сейчас будут эти три шага Первое Это здоровое питание Для христиан это чтение Слова Божия Второй пункт это упражнения Это мы проводим параллель с физическим миром Для христиан в духовной жизни это служение И третий пункт или шаг это отдых И в духовном мире это молитва И об этом мы тоже с вами сегодня поговорим Мы поговорили с вами в первой части О здоровом питании Насколько это важно И мы знаем, что мы есть то, что мы кушаем И многие болезни, они связаны именно с питанием Любая информация, которая входит в человека Через глаза или через слух Это питает нашу душу и наш дух Любого рода информация Видео, аудио Все, что входит через глаза и через уши Внутрь нас Это нас как-то питает Влияет и формирует Например, фильмы, шоу, сериалы, новости Видеоигры Фейсбук, Инстаграм, Ютуб И многое-многое другое Это все тоже питание И когда человек питается только этим Когда человек питается этим Намного-намного в процентном соотношении И больше, чем он питается чистым Словом Божьим То мы сделали вывод с вами Что это все равно, что человек кушает сладости каждый день Кушает десерты каждый день И один раз в неделю он кушает салат Сто процентов Со временем будет серьезный дисбаланс и сбой в организме 1 Иоанна 2.14 мы с вами читали Вы сильны, потому что Слово Божье пребывает в вас И вы победили лукавого 1 Иоанна 2.14 Почему сильны люди могут стать? Потому что Слово Божье пребывает в них Вот почему они побеждают разные нападки лукавого И мы с вами говорили о питании Что часто бывает у больного человека отсутствует аппетит И иногда его заставляют кушать Иногда даже через капельницу против его воли ему вливают питание Ради спасения его жизни Точно так же, когда мы, духовные люди, понимаем, что у нас отсутствует духовный аппетит Нет интереса и желания читать Библию Если мы просто честны сами с собой То этот симптом, что мы духовно, возможно, заболеваем И иногда нужно усилие или помощь со стороны, чтобы даже в какой-то период сезон нас как-то заставить Звучит как-то неприятно Именно питаться Словом Божьим Это ради нашего же блага Итак, второй пункт В нашей второй части Для того, чтобы быть духовно здоровым Нужно обязательно упражнения Или же активность В физическом мире, я думаю, что все понимают Даже если человек хорошо питается Покупает продукты в самом лучшем магазине У него все органик И он хорошо спит Питается хорошо И спит хорошо Сполна Но если он не двигается Если он не двигается То все равно его организм начинает деградировать Заметьте, что после операции Особенно в Америке На следующий день Иногда тебя уже заставляют ходить Это кажется, ну не знаю Ну взрыв мозгов Не знаю, как это описать можно Ну ты порезанный Ты в шрамах Как это? Тебя поднимают И давай, давай, давай Тебя двумя руками Начинает двигаться Какое двигаться? Кажется, это не сезон двигаться Это не сезон заниматься спортом Вот знаете, часто модно себя оправдывать Что я нигде не служу Потому что я в таком сезоне И у каждого сезон разный Но мы об этом поговорим чуть подробнее и попозже Но вот кажется не сезон Вставать и ходить Но тебя поднимают Сквозь боль Ты начинаешь еле-еле двигаться И одна цель Чтоб ты ни в коем случае не залежался Не задержался Слишком долго в постели В комфорте Потому что это тебе важно Быстрее придет восстановление Быстрее зациркулирует кровь в твоем организме И ты быстрее сможешь восстановиться Если человек физически не двигается Его кормят Он в отдыхе круглосуточно У него начинаются пролежни Пролежни этот человек начинает гнить Он не сразу умирает Но он начинает гнить Кожа разлагается И со временем Если ничего не делать Этот человек умрет Медленно, уверенно сгниет Так иногда, друзья, вот эта картина Неприятная, если вы чувствуете запах Она происходит и в духовной жизни В духовной жизни Когда человек в духовной жизни Никак, никуда не движется Или ничем не занимается А более конкретно я именно говорю О церкви О служении в церкви Вы знаете, что церковь живет Пока там есть служение И это служение зависит Или совершается людьми Простыми людьми Приведу вам пример церкви Которая может разрушаться Это любая церковь Так может прийти в такое состояние Например, католическая церковь Если вы знаете историю Было время, несколько веков назад Эти храмы были заполнены людьми Переполнены людьми Я говорю, храмы Это не просто там комнатки маленькие Туда, куда тысячи человек могли вместиться Это громаднейшее строение архитектуры И раньше они были заполнены Сегодня многие из них превратились в музеи Красивенные, здоровенные, пустые, мертвые музеи Вопрос почему? А я вам скажу вот что А что осталось, что живет в католической церкви? Как пример Католические госпиталя Католические школы И католические приюты Вопрос почему? Потому что там есть движение Там есть служение Там есть жизнь И пока это жизнь и служение есть Всегда будет жизнь И представьте, сколько пользы вокруг для людей Мы как церковь, вы знаете Молимся, мечтаем построить здание Но представьте Если у нас будет красивое, классное здание Но там нету жизни Это будет просто современный музей Который никому в принципе не интересный А нам так важно, друзья Именно жизнь Римлянам 12.11 написано В усердии Не ослабевайте духом пламенейте Господу служите Кажется, таких три важных мысли Не ослабевайте То есть не сдавайтесь Именно в старании В усердии Дальше Духом пламенейте Говорится о состоянии какого-то духа Вопрос, как это можно духом пламенеть Или гореть Здесь напрашивается вывод Что значит есть дух, который не горит Значит есть дух, который горит А есть дух, который потух Хочется сказать, это не про нас Но вариант есть На основании Писания Духом пламенейте Если ты не пламенеешь Еле-еле Или вообще потух И дальше Написано Господу служите Как результат Горения Или ревности Сильного духом человека Это служение Мы иногда думаем Ну если сильно Сильно вот так Ну Духовно сильный Духовно горю Значит я в церковь хожу Не пропуская Я сильный Духовно Или я сильно Ну Не знаю Библию читаю Это все равно Что я кушаю 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 И никак не двигаюсь Никуда свою энергию не отдаю Только принимаю А здесь Писание нам говорит Если мы Не слабеваем В каком-то действии Если мы Духом горим Духовно пламенеем То есть Духовно сильный Иммунитет То как результат этого Это будет служение Служение Окружающим людям И служение Нам всем остальным Хотел бы Друзья Прочитать Первое Коринфянам 12.25 Там написано Дабы не было разделения В теле А все члены Одинаково Заботились друг о друге И вы С 25 по 27 стих Тело Христова А порознь члены Это местописание Очень сильно подходит По нашей теме Мы говорим О организме Говорим О иммунитете Говорим О теле Говорим О здоровом Теле И о здоровом Духе И Писание Сравнивает Верующих людей Всех верующих людей С телом Или с организмом Хочу подчеркнуть Очень важно Что это сравнение Туда входят Только верующие люди Только верующие люди Которые приняли Христа Поверили Стали частью церкви Стали частью тела Вот только к ним Это слово обращено Люди Которые еще о Боге Не знают Не верят Интересуются Они еще не являются Частью тела Но все уже верующие Вот только они Входят В эту категорию И здесь есть Два важных Принципа Почему Верующие люди Сравниваются С телом Или с органами Первое Ты живой Как христианин Только Если ты принадлежишь телу Это условие Которые не я придумал Биология Подтверждает И Библия Ты можешь быть Живой Как христианин Только при условии Что ты принадлежишь Церкви Принадлежишь телу У тебя есть Твоя домашняя Церковь Ты не просто там гость Это твой дом Это ты там посажен Это часть Ты часть организма Ты живешь Жизнью церкви И нуждами людей Важно Ты не просто посещаешь Ты живешь Жизнью церкви И нуждами людей И второй принцип Который очень важный Из этого местописания Что каждый орган Должен приносить пользу Я извиняюсь Что я делаю акцент Каждый орган Должен приносить пользу И снова Это не я придумал Как в нашем организме Мизинец Ногти Волосы Я не говорю За руки и ноги Глаза Каждый орган Он функционирует Он должен приносить пользу Он имеет там предназначение Вот представьте себе Что каждый верующий Который сидит на этом стуле Кто слушает онлайн Кто принадлежит церкви Если он не принадлежит Если он не приносит пользу Телу Я говорю именно церкви Христовой Не приносит пользу Дальше я думаю Мы сами можем себе Сказать ответ Как Это противоречит Духу Писания И представьте себе Как мы верующие Часто попадаем В эту зону комфорта Что мы уже 10 лет 20 лет Мы вроде бы в церкви Вроде бы в теле Но я говорю о конкретной пользе Лично каждого органа А значит Каждого индивидуального человека Хочу немножко пояснить Что такое служение Служение это когда Человек умышленно Постоянно Что-то делает для Господа Чаще для людей Во имя Бога Как для Господа Еще раз повторю Что такое служение Это когда верующий человек Он умышленно Почему я говорю умышленно Потому что можно Спонтанно реагировать на вещи И как-то помогать И слава Богу И за это А можно умышленно Дальше постоянно И дальше Это он делает ради Бога Ради людей Во имя Бога Для других Помимо своей семьи Семья это само собой Разумеется Что мы призваны заботиться Но когда человек Живет только Своим огородом Не видит дальше Своих окон И дверей То мы с вами будем читать Это не есть Дух Евангелия Мы призваны жить Другой совершенно Жизнью И поэтому Орган живет Только тогда Если он функционирует В теле Сам по себе Орган обречен На смерть Если туда не поступает Кровь Если там нету Движения И служение Которое мы сегодня С вами говорим Туда Для того Чтобы человек Духовно был здоровый Духовный иммунитет Чтобы в нем Был сильный Он должен обязательно Двигаться Служить Вы знаете Люди приходят к врачу И им врачи Часто говорят Физически Что нужно там Зарядка Или какие-то упражнения Это полезно Двигаться там И так далее Как вы думаете Из миллионов людей Сколько процентов Людей слушают Вот эти Наставления Или советы врача Но я думаю Я эту статистику Не собирал Просто так Думаю Процентов 90 Послушают И уходят И живут Прежней жизнью Правда Они согласны Что правильно ты говоришь Ты вообще очень классно Молодец Ты говоришь И врач Тоже хорошо говорит И вообще И мы согласны Со всей этой информацией Но 90% Продолжают жить Той же жизнью И опасность в том Что нету смерти Такой вот Мгновенной Что ты врача Не послушал И сразу Бах И похоронили Это совершенно Оно как-то со временем Оно деградирует Оно отражается На органы На все И так далее И только-только Со временем Мы видим Как бы эти последствия Точно так же Это работает И в нашей Духовной жизни Служение Друзья Это не обязательно На сцене Это может быть Любое постоянное Где человек Ради Бога Во имя Бога Как орган Тела Он приносит пользу Это может быть На кухне Это может быть Служение детям Это может быть Водитель Это может быть Душепопечительство Милосердие Самое трудное Служение Мой папа говорил Это постоянное Это на будние На будние дни И особенно Друзья Это трудно Вот это Принять Вот эту истину Трудно Старым верующим людям Что я имею ввиду Старым не по возрасту А по стажу Когда человек 20-30 лет 40 лет В церковь ходит И ему нравится Даже церковь И Бога Даже Наверное Ну любит Но вот Нигде Ни в чем Не задействован И я сегодня Хочу сказать С любовью Я молился Об этой проповеди Вот об одной Вот этой вещи Господи Помоги мне Не бить людей Потому что Я тоже же Вхожу в категорию Людей несовершенных Не бить А любя Донести истину Что это Не призвание Верующих людей Просто ходить В церковь Абсолютно Не призвание Но мы уже Привыкли Это зона Комфорта И поверьте Зоны комфорта Палкой не выгоняются Не выгонишь Не выгонишь Все согласны С информацией С трансформацией Проблемки А с информацией Все классно Зона комфорта За нее мы держимся Зубами Не так легко Оттуда выйти Вот почему Друзья Нам важно Чтобы это Не просто была информация Чтобы наш дух Был открыт Чтобы мы приняли Слово Божье Где написано Что каждый член Церкви Тело Христово Он предназначен Жить Живет Ради того Чтобы приносить пользу Пусть маленькую Пусть где-то Но пожалуйста Я умоляю Церковь Живой поток Мы будем об этом еще Говорить Я не знаю почему Но для меня Настолько это Открывается По-другому Когда церковь Стает просто серой Такая масса Просто Если человек Нигде не задействован Никуда не принадлежит Он просто ходит Просто ходит И кажется Он и Библию читает И молится Это все равно Что он дома кушает Читает Значит кушает Но он же не может Дома только кушать И кушать И отдыхать И кушать Ему же нужно И мусор носить И пелесосить нужно И убирать нужно Он же должен Какое-то движение делать Дома Это понятно Но почему мы В церкви В Доме Божьем Иногда Не до конца Это понимаем Я верю Друзья Что Христос Не учил Просто ходить В церковь Он призывал нас К другому уровню И иногда бывает Что Человек хочет Служить Или Только там Где он Вот он Имеет представление И вот только там Он хочет служить Но иногда Мы дома Должны делать вещи Которые нам Не обязательно нравятся Правильно Мы видим нужду И мы идем и делаем Но почему-то В церкви У нас есть Иногда ограничения Рамки Вот если бы Вот в этом я был Может быть Как-то я бы И служил А вот в других таких там Отделах Местах Мне как-то не очень Это интересует Иногда человек Если он на сцене Он в церкви Если он проповедует Он будет В среду Играет Он будет Если он не играет Значит его и нету Как бы в церкви Это же совершенно не то К чему призывает Нас снова Писание Если у вас возникает Вопрос такой Что Я как-то пробовал Зацепиться Вот у вас в церкви Где-то служить Но не получилось Я так смотрю Со стороны У вас здесь так все налажено Все организовано Ну и как-то Я вам отвечу Вот вы переехали в новый город Да В новый штат И вы ищете работу Вы заполнили Иногда там я слышу Заполняют 30-50 аппликаций На разные Разные работы И представьте Им отказали Они так сели на стула И говорят Тьфу Я же заполнил 50 раз Этих аппликаций Куда я только Не заполнял Я неделю ходил По вашим этим аппойтментам Прошел 20 интервью Тьфу-то Зачем это Мне все это надо Я вам Вот Жена свидетель Я искал работу Ну вы понимаете Да Так вы заполните Еще 50 аппликаций Вы еще будете Ходить по интервью Пока До тех пор Пока Вы не найдете работу Правда Атомная сила Желание А как в церкви работает Ну я там Как бы пробовал Я пытался Там как-то Где-то что-то Мискомьюникейшн Где-то не туда Поставили Где-то не предложили И вот как бы Типа Ну Ну и что Ну А дальше Как сами Как сами видите А ведь Все же зависит От мотивации Да От понимания Куда мы идем И зачем Мы это все делаем Я Друзья Очень верю Что Так же это и в служении Если человек хочет Он обязательно найдет Обязательно Найдет Но самое главное Понять истину Я в теле Я орган Я не могу Быть бесполезным Я не могу Просто ходить Я не могу Просто быть В церкви Духовно Христианин По-любому Он остает Как-то здоровее Если он В служении Переду вам пример Моей жены Она как-то недавно Ну Раньше Должна была На женской конференции Сказать какое-то там Вступление Пять минут Ох Как она готовилась Ух Кажется Вот это да Пять минут Сказать что-то Я так про себя подумал А я сорок пять минут И Каждое воскресенье Это же И молитвы больше И там И чтение Библии Больше И просят меня И за меня помолись Конечно помолюсь Там И как-то И все так А это же не обязательно А если люди с детьми работают Они же за этих деток молятся Если они это делают От сердца А если люди там еще Где-то на сцене бывают Или еще с людьми Где-то там общаются Им же нужно как-то И мир хранить И чаще извиняться нужно Оно как-то по-любому Как-то видите Духовных витаминов Больше и больше И как-то все как бы во благо Оно как-то работает По жизни По-любому больше Молишься Постишься Читаешь Уединяешься с Богом И это отражается На нас, друзья Когда человек Приходит к Богу Есть одно такое место В Писании Когда из него Выходит нечистый дух И написано Что его сердце Его внутренность Она остается Как бы пустой Вот С грехом завязали От чего-то От зависимости Каких-то отказались Раньше служили Дьяволу А теперь Никому Эта Позиция Возможно Только временно Рано или поздно Все равно Мы кому-то Начнем служить По-любому Начнем служить Обязательно Это только временно Возможно Так как бы Типа нейтрально Где-то Ожидая И дальше Написано Что если этот человек Не занят То написано Приходит Семь злейших Это Не знаю Семь сравнить Вот этих Семь С нашим Наверное Материальным миром Которые начинают Нас атаковать Занимать И направлять В другом Совершенном направлении То есть Пустой Незанятый Человек Не может быть Если раньше Служил дьяволу Значит сейчас Будет отдавать себя Чему-то другому Если человек Не занят Ничем в церкви Любой человек Он не чувствует Принадлежности У него нет Этого чувства Что он Нужен Что он пришел В церковь Что он не пришел Абсолютно Ничего не меняется И он знает Что его там Вроде бы Как бы ждут Но особо Никто и не ждет Его же там Детки не ждут Где-то Он так себе Как бы Вольный Слушатель Как бы И он Это просто превращается Всю В серую массу Это еще На русском Звучит так тоже Плохо Не хочется Это слово Называть Потребители Просто которые Приходят Принимают Принимают Их развлекают Им программу делают И детям Их тоже Программу сделают И иногда И еще что-то Дадут Сладенькое И кажется Все так Как бы Хорошо И нормально И мы в церкви Но мы стоим Потребителями Но у вас есть вопрос А я деньги даю У меня тоже есть ответ Вы знаете Друзья Когда живет Семья Или дом Имеется ввиду Я даю деньги В церковь То вы там Как-то разберитесь Там Служите Делайте А я в теле Орган буду Не знаю Каким Назвать меня Органом Но я буду Таким себе Вот Отдыхающим Пассивным Носите И у вас В доме В семье Я уверен Что вы Ну особенно Скажем Мужчины Тоже деньги Приносите А представьте Что вам Жена говорит Мусор Вынести А вы А я Деньги Приношу Вам аж Представить Это страшно Да Вы уже Бежите Да С мусором Кажется Лэк Ну Как это Я деньги Даю В церковь Или домой Сколько Ты не давал Если это Дом Если это Семья Если ты Продлежишь Христову Телу Церкви То Помимо Этого Нужно Еще иногда И Подметать И Пелесосить И с детьми Заниматься И с машинами С техникой И еще С чем-то Это Призвание Каждого Верующего Человека Мы не должны Друзья Согласиться Не можем Не имеем права Я верю Верующие люди Не имеют права Согласиться На потребительскую Жизнь Только ходить Церковь Сему телу То есть Окружающим Людям Которые Находятся В нужде Слава Богу За это Поэтому Друзья Если здесь Есть новые люди Отдыхайте Но не долго Отдыхайте Но не долго Потому что Есть опасность Большая Привыкнуть Если человек Не определился В служении В любой церкви В течение Полгода Потом наступает Каменная зона Комфорта Просто человек Привык Привык Его потом уже Не разбудишь Снарядами Привык Просто В пещере Это не то Что мы должны делать Как верующие люди Поэтому Дом Божий Нам важно знать Что мы там Не гости Если у нас есть Дом Божий Мы там посажены Написано Что насажденные В доме Господнем Они цветут И они приносят Плоды Они не просто Там для красоты Они плоды приносят Они посажены Это их есть Домашний дом Вот почему Называется это Дом Божий Эгоистичная Вот эта жизнь Это не есть природа Христа Это противоречит Духу Евангелия 1 Петра 4.10 Написано Служите друг другу Каждый Тем даром Который получил Внимание Каждый Каждый Everyone Each person Every believer Каждый христианин Каждый верующий Независимо От статуса Возраста Написано Каждый Служите Тем даром У каждого есть Какой-то талант Он 100% Есть Потому что Для себя Для своих Как бы потребностей Мы эти таланты Выкапываем Даже если их нету Мы иногда Все равно Делаем что-то Но в духовной жизни В церкви Как хочется Чтобы люди Верующие Услышали Вы даже не представляете Как это дает Жизнь церкви Какое-то влияние Как оживает Любая церковь Когда там Люди В служении Задействованы Все Все задействованы Сегодня Написано Римлянам 12 12 глава С 11 по 13 стих Написано В усердии Не ослабевайте Духом пламените Господу Служите Утешайтесь надеждою Дальше Внимание В скорби Будьте терпеливы В молитве Постоянны В нуждах Святых Принимайте Участие Ревнуйте О гостеприимстве Интересно Здесь вот что Друзья Новый перевод Написано Не ленитесь В служении Богу Не ленитесь В служении Богу А как это Служение Богу Выражается Проявляйте Помогайте Людям Божьим В их нуждах Вот служение Богу Мы иногда думаем Служение Богу Это помолиться Богу Почитать Богу Библию Бог и так знает Ему не надо Читать Библию Богу Мы ее Для себя Читаем И дальше Как это выражается Служение Богу Людям Делайте Что-то Людям Бывает Месяц Проходит Если нас Так случайно Кто-то Не оторвал Не позвонил Прорвало Трубу Можешь Помочь Или там Завези Какое-нибудь Лекарство Нуки Завезешь Но когда Умышленно Делает Служение Это совершенно Другой Уровень Вы же знаете Что ваши дети Иногда вам Говорите Ну на Попелесось Дома Он скажет Ну ты попросил Ну сделаю Ну так случайно Проходил мимо И вот Попелесосил Но когда человек Стоит более зрелым Ему же не нужно Напоминать А может ты уберешь Мусор со стола Может уберешь Он берет и делает Он постоянно это делает Он постоянно видит Нужды Он постоянно видит Что он не только Может ради себя Жить в свое удовольствие Точно так же И верующие люди Которые правильно Понимают Что я в теле Библия сравнивает Нас с телом Подумайте Почему То значит Если я в теле Значит вопрос Я живой в теле Или я мертвый орган Я принадлежу телу Или нет Какая польза от меня В этом теле И дальше И дальше интересно Очень мне хочется Подметить одну важную деталь В этом месте Писания Что вся глава Вообще римлянам 12 глава Говорит о служении И она начинается И она начинается с того Что принеси себя в жертву Живую Благоугодную Помните И так вообще не хочется Такое непопулярное послание Принеси в жертву Себя Это кажется Ну себя жалей Себя питай Себя береги Вот это как бы нам Приемлемо И хочется Слышать больше А тут себя Принеси в жертву И вот вся глава Идет о служении Друзья Это написано К верующим людям Неверующим людям Это вообще нонсенс Это вообще Кажется О чем ты говоришь Ты перегибаешь Это только для зрелых Верующих людей Вот эта информация Может быть Приемлемо Принеси себя в жертву И дальше интересно Вот о сезонах Вот когда могут люди служить Когда вот удобное время Вообще служить Вот правда У нас как бы Мы в основном Нам не против Мы служение Но вот неудобное время Вот сейчас Занятый И здесь написано О людях в скорбях В скорбях Написано Что в скорбях Будьте терпеливы Что делать еще в скорбях В молитвах Будьте постоянны Особенно в скорбях И дальше В нуждах Святых Принимайте участие Стоп 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 Когда В скорбях Стоп 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 В скорбях Должны служить Если я в скорби То все должны Мне Мне вообще и так По жизни все должны А в скорби В два раза Потому что я в скорби У меня просто Это легальное право На лбу Написано Что вот в этот сезон Жизни Я имею полное право Не служить Полное право Имею Меня должны все Понять Все должны Меня любить И все должны Мне служить Это не есть Евангелие Это земная пропаганда Это Селф Пери Это Саможалость Это не Евангелие Это не дух Евангелия Это так Рассуждает Духовно больной Человек С очень Убитым Духовным Иммунитетом Но Сильный Духовный Иммунитет Обязательно Будет мыслить По другому Даже в скорби Я буду Двигаться И служить Людям Замечать Я помню Как мой отец Уже очень сильно Был слабым Очень болел И позвонил Одному брату Из нашей церкви И спрашивал У него Как у вас здоровье А у него У самого Уже здоровье было Я не знаю Если вы его помните Это уже было так Еле душа в теле В прямом смысле Еле-еле Уже двигался И он позвонил Кому-то И спросил Как у тебя здоровье Тот человек На той стороне Провода Растерялся Даже говорит Виталий Иванович Вы спрашиваете Как мое здоровье Но вы понимаете Что можно служить Звонками Не выходя из дому Если оно в сердце Есть правильное понимание Даже если ты уже Лежа Можешь текстовать Кому-то И то Весь мир Будет удивляться И вспоминать Вот ту бабушку Которая Ободряла Кажется Ничего такого Не сделала Даже так Физически Но вот сердце Правильное Настроено И вот часто Друзья Мы проходим Разные сезоны Жизни И кажется Вот я бы не против Служения Но вот сейчас Не сезон А как вы думаете В скорби Это сезон Заниматься там Нуждами Других Или не сезон Так пусть Вот это останется В памяти Римлянам 12 глава Там начинается С жертвы И дальше Для всех сезонов В скорби В суете В занятости И так далее Написано Участвуйте В нуждах Людей А участвовать В нуждах Людей Это не обязательно Только кому-то Привезти Больного Посетить Участвовать В нуждах Людей Это не обязательно Дать деньги Бедному Это тоже Тоже служение Но это может быть И с детьми С какими-то Позаниматься Это тоже служение Это на кухне Где-то Что-то сделать Это тоже служение Это тоже для людей то же же для ближних, то же же нужды наши, оно как-то удовлетворяет. Вот почему нам важно, друзья, помнить, что мы призваны служить. Призваны служить. Для нас это очень важно. Вот почему здесь в новом переводе мне нравится написано «Не ленитесь в служении Богу». Многие христиане, друзья, они сегодня чувствуют себя, как будто они на корабле. Можно показать фотографию? Кто-нибудь из вас был? Круз. У вас аж улыбка появляется, да? Круз. All inclusive. Кормят на убой. Движений, может быть, ну, разве что перейти с комнаты в буфет, с буфета еще куда-то, и потом обязательно в ресторан. И, кажется, одно развлекают, гладят, кормят, и мы плывем, и мы плывем, и вы знаете, нравится, мне тоже понравилось. Интересно только, что я плыл только недельку, и приплыл. И на работу через недельку, да? Кажется, вот, ну, можешь поплавать, ну, две недели, ну, максимум месяц. А дальше что? Плавание приходит вот к гаражу, к шапу, да? И кажется, ну, там понятно. А в духовной жизни? Почему? Верующие люди, я хочу обратиться ко всем, кто онлайн, почему мы на Крузе 20 лет? Христианский Круз. Церковь там Ковчег, Церковь Новая Жизнь, Церковь Левинг Стрим, и мы Круз, шип. И вы же понимаете, что на Крузе одни плывут, а другие грибут. И вот такой вопрос, неудобно носимый. Вы плывете или грибете? И в слово, друзья, хочется так, чтобы мы это услышали сердцем, что это для нас надо. Если человек думает, что, ну, вам там нужны волонтеры или там еще что-то, поверьте, друзья, я верю, что Церковь не остановится из-за того, что кто-то перестанет давать деньги, кто-то перестанет там что-то делать. Я верю, что Церковь — это вообще Божье строение, это даже не мое. Я здесь такой временный мессенджер. Пройдет время, не будет меня, вас не будет. Но вы понимаете, что Церковь, она была до нас, она будет. Церковь — это Божье строение. Там вот это не на индивидуализме все построено. Но как нам важно, нам, верующим людям, понять, чтобы мы не попали в этот вот этот Круз и вот так вот плыли по жизни. Мы призваны служить людям окружающим, участвовать в нуждах людей. Мы призваны к этому. Написано 2 Коринфянам 5,15, «Христос умер, чтобы люди не жили для себя, но для умершего за них и воскресшего мы даже не имеем права жить для себя». Вот какое послание радикальное Евангелие. Даже жить для себя не имеем права. Христос умер не только ради нашего дома и работы и комфорта и здоровья. Он умер не только ради грехов и спасения и жизни вечной. Он умер, чтобы люди не для себя жили. Представляете, умер, чтобы люди не жили для себя, перестали жить для себя. Перестали. Ради этого Он не просто проповедь сказал, Он умер. Как важно, друзья, нам понять эту истину. «Вера без дел мертва» написано в Библии. Хоть мы имеем веру и называемся верующими людьми, но если вера без дел мертва, значит, есть вера живая, а значит, есть вера и мертвая, а есть полумертвая. Какая вера вам нравится? Мы себя утешаем, мы люди верующие, но написано, она бездействована, она мертва без дел. И эта вера, она выражается любовью, она действует, она проявляется через любовь. В Галатам 5,6 написано, «Ибо вера, действующая любовью». В новом переводе вера, проявляющаяся в поступках, совершаемых по любви, по отношению к другим людям, не по отношению по любви к себе. Вот как нам важно, друзья, понимать снова эту истину. И здесь, друзья, мы с вами подходим к итогу, что для того, чтобы иметь здоровый иммунитет, нужно обязательно иметь служение. Обязательно иметь служение. И третий пункт нашей проповеди, заключительной, это нужен отдых. Нужно питаться правильно, дальше нужно обязательно упражняться, то есть работать, действовать, служить, и нужно также и отдыхать. Отдыхать. Это в физическом мире, правда, нужно отдыхать. И в духовном плане тоже человек должен отдыхать. Если у христианина нет постоянной личной молитвы, повторюсь, постоянной личной молитвы. Я говорю не о молитве три минуты. Я говорю о молитве, где человек умышленно где-то закрывается на полчаса. Он фокусируется на Боге. Он читает Слово. Он размышляет. Он делает паузу в жизни своей. Он останавливается. И он там проводит время с Богом. Если человек в служении это не делает, даже если он задействован в служении, я был в такой позиции, я помню, как я эти мониторы таскал, колонки, и было жарко. Я думал, почему я это все делаю? Я был занятый постоянно, и мне говорили, у тебя нет времени жениться. Но я абсолютно не имел никаких отношений с Богом. Абсолютно. Я не проводил время. Я даже делал это вроде бы для Бога, я даже не спрашивал ему, а тебе вообще это нравится? А тебе это надо? Нужно отдыхать духовно. Для этого нужна молитва. Заметьте, Иисус Христос, Луки 5,16, уходил в пустынные места и молился. Сам уединялся. Хотя он был очень занят в служении. Очень был, кажется, духовно сильная личность. Луки 6,12, написано, Иисус Христос, он пробыл всю ночь в молитве. Здесь идет один маленький такой парадокс. Чтобы пробыть всю ночь в молитве, это, кажется, это никак не поможет отдыху. Ты будешь убитый и физически просто измотан. Вот в этом и есть как бы истина. Чтобы отдыхать физически, нужно ночью спать. А чтобы отдыхать духовно, нужно молиться. Можно и днем. Но главное молиться. Потому что Иисус Христос столько отдавал, сколько духовной борьбы, а так, что ему нужно было заряжаться. И вот отдыхают верующие люди в молитве. Их дух заряжается в молитве. Дух обновляется в молитве. Дух отдыхает в молитве. Иначе он загнанный, загнанный, загнанный. Вроде бы и в церкви, вроде бы везде. Пытается успеть везде. И вроде что-то делает, суетится. Но нету вот этого ни связи с Богом живым, ни отдыха, ни вообще фокуса. Там уже давно все сбито, нарушено. Человеку нужно просто остановитесь на путях ваших, говорит Еремия. Просмотрите, расспросите. И идите по этому верному пути. Как важно, друзья, для нас вот эта обстановка, вот этот отдых, вот эта молитва, о которой Христос сказал в Матфея 6.6. Когда молишься, войди в комнату твою, затвори дверь твою, помолись Отцу твоему, помолись втайне. Вы видите, пауза. Пауза. Это даже не общая молитва. Это не тогда, когда ты понимаешь, нужно там что-то делать в огороде или в траке, а тебе надо остановку, зайди в комнатку. Это же какая трата времени. Это же нужно остановиться, сесть как-то отдохнуть, отдышаться и начать как-то молиться. И как-то like, вау. Это же в суетном мире оно как-то непривычно. Вот почему, друзья, нам нужен этот отдых. Вы знаете, когда больные люди проходят разные рода физические стрессы, болезни, они часто не жалуются, не говорят о том, что я больной. Они думают, что они сами смогут перенести этот физический недуг, болезнь и выкарабкаются. Но потом уже, когда приходит сильный-сильный кризис, потом уже другие им все помогают, там машут, привозят все, все лекарства, иногда его увозят в госпиталь. Точно так же и духовно, друзья. Все вот эти симптомы, все, что мы говорили сегодня, оно иногда кричит нам в лицо, что духовно человек нездоровый, духовно человек потребитель, духовно человек на Крузе давно не живет, не является организмом, не служит, но кажется, ну я сам выкарабкаюсь, я как-то сам вот, ну да, есть чуть-чуть проблемки, но я как-то сам, сам как-то смогу выйти из этой зоны. Но Писание призывает, но я хочу посоветовать всем нам, если вы чувствуете симптомы, может быть нужна помощь со стороны, обращайтесь к Богу, обращайтесь к людям, которые возможно помогут нам, помогут нам выйти из этой нездоровой зоны и начать служить Богу живому, истинному, во имя Иисуса Христа. Друзья, будьте благословенны, служите, будьте живыми, будьте частью, начинайте молиться и искать уже себе служение, не забывайте отдыхать, потому что в служении тоже можно перепахаться. Отдыхайте в молитве и правильно питайтесь. Аминь.